Книга открытым оком, 21 том, тема Потеряевка, вопрос 3419. В трапезной после богослужения вы зачитывали какую-то газетную статью, где пишется, что в Потеряевке разрешается выпивать. А как же устав ваш? Отвечает Игнатий Тихонович Владкин. На ту статью я послал письмо «Мир вам!» пишу на редакцию «Щит и меч» и вообще-то прошусь на прием главному редактору Валерию Кулику. Мы получили вашу газету «Щит и меч» за 15 февраля 2007 года. Номер 15. На странице 7 есть статья «Не потерялась Потеряевка». Статью написал Михаил Жданов. Фото Владислава Галенко. Просим дать опровержение на очень большую неточность, на громаднейший ляпус, который допустил Михаил Жданов. Если бы он, как принято у журналистов, сначала дал нам прочитать свою статью, то этого бы не случилось. Батюшка говорит, что Михаил ничего не записывал, видимо, надеялся на свою память. Посудите сами, что если в начале статьи публикуют наше объявление, где четко сказано, что право на поселение может получить только тот, кто не ужет, не курит, не пьет спиртное, не сквернословит, не ворует. Но то как бы батюшка мог далее сказать, спиртное можно употреблять в небольших дозах, но только в дни больших праздников и особенных торжеств. Каких интересуемся у батюшек? Да самых обычных, людских. Рождение ребенка, свадьба, похороны, поясняет. Выпивают не все, но кто хочет, запреты не чиним. Мы расспросили отца Якима несколько раз, и он заверил, что не было никакого разговора о выпивке ни на днях рождения, ни на похоронах. Я пытался упрекать даже Галенко В., ибо он приезжает в Потеряевку уже 17 лет, и до начала ее образования в детском лагере он был, но он только засмеялся. Галенко глубоко порядочный и честный, и что очень редко для газетчиков стеснительный. За 15-летний ни на каких праздниках, ни на днях рождения, ни на похоронах у нас в Потеряевке не было ни грамма. Мы за абсолютно сухой закон, но так как мы православные, то мы не могли этот пункт о сухом законе ввести в наш устав, так как есть два правила сие. Если апостольское правило 51, если кто епископ, или пресмитель, или диакон, или вообще из священного чина удаляется от брака и мяса, и вина не ради подвига воздержания, то по причине гнушения, но по причине гнушения, забыв, что все добро зело, и что Бог, созидая человека, мужа и жену сотворил их, и таким образом хуляк ли вещит на создание, или да исправится, или да будет извержена священного чина и отвержена церкви. Такожге и миренин. Правило 53. Если кто епископ, или пресмитель, или диакон, в одни праздников не кушает мяса и вина, гнушаясь, и не ради подвига, а не ради подвига воздержания, да будет извержен, как сожженный собственной совестью, становящейся виною соблазном ноги. Мы за сухой закон, но когда бывает бракосочетание молодых, а у них на свадьбе бывают родственники, неверующие родители, то для них, и только для них, разрешается поставить нераскупоренную бутылку лучшего вина. Да веселятся все неверные. Одна бутылка на 20 человек, и больше нигде не грамма. Мы очень просим опубликовать опровержение. Мы не пьем, потому что это крайне вредно. И во-вторых, страна запилась, да еще и мы будем участвовать в этом безумии. Посылая статью о пьянстве, она бы вам немало пригодилась. И в случае с вором Жданов пишет, что вор украл шланги. Да не шланги, а водяной насос. И этот Четыркин Володец разъезда вор уже сидел шесть раз за воровство. И он приехал на телеги в дождь воровать. И мы по следу тележному его и нашли. А потом уж вызвали милицию, указав на него. Милиция по горячему следу, в кавычках, и тут ничего не открывала. У нас лгать нельзя, потому и подправляю Жданова. Четыркина за насос майор милиции из района заставила дать два маленьких поросенка. И он привез их, и дело в кавычках закрыли. Но потом, когда милиция уехала, вор приехал и забрал поросят, пригрозив жене батюшки, матушке Людмиле, что если она пожалует, то он ее на разъезде поймает и изнасилует. Так и пропал насос. И не только он. Это плоды безбожия. Посылаю вам две книги, которые вам очень помогут в вашей деятельности. В книге, открытой Моком Тонн 18, делается разбор Корана, и мусульманство на основании Библии. Такой полный материал не появлялся еще никогда. У меня за последние пять лет вышло из печати 25 книг. Электронная версия книг к истине, барнаул.ру, факс 385-2-63-93-87. Стоимость книги 150 рублей. Во второй книге для Слова Божия нет уз. Описана моя биография, как я отбывал срок за Слово Божие, как основал детский лагерь «Стан» и являюсь его начальником 34 года. Взиму ввиду занятия в университете. В этой книге все в документах. Это средств нашей истории. Стоимость книги 80 рублей. Из газеты «Версты» к нам приезжал специально из Москвы корреспондент Макаров. Его статьи в этой книге на странице 620-624. Прочтите, не пожалеете. Макаров когда-то 10 лет работал в «Комсомольской правде» и сколесил всю страну. Это человек с призванием поиска истины. Он тут проник со мной и в СИЗО, где мы 15 лет ведем работу, и в краевую администрацию, и в районную. Когда мы были в лесу, у мемориала жертв репрессий у него отказал на 40-градусном морозе магнитофон, на который он записывал каждое слово. Он тут же выхватил ручку и «Стойте, что вы сейчас сказали. Повторите». Вот вам бы такого журналиста. Даю его адрес. 141-739 Московская область, город Лобня, улица Чайковского, 7, корпус 2, квартира 52, Макарову Сергею Сергеевичу. Если заплатить вовсе уж нечем, то я дарю их вам. До армии я работал вольно-наемным прорабом в строго режимном лагере Плишкина в Иркутской области. Служил в подводном флоте и в ракетных частях. Много лет я вел религиозные занятия во всех пяти отделах милиции города Барнаула и городского УВД и краевом УВД. К нам в Лагерстан приезжал и бывший начальник краевого УВД Вальков В.А. Числа 23-12. Не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь кустам моей? 1 Коринфянам 10-32. Не подавайте соблазна ни уйдеям, ни эллинам, ни церкви Божией. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворост у воз. И шествуя важно в спокойствии чинном, лошадку ведет возгрузцы мужичок в больших сапогах, в полушубке овчином, в больших рукавицах, а сам с ноготом. Здорово, парнища! Купай себе мимо. Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесу везти, ма. Отец, слышишь? Рубит, а я отвожу. В лесу раздавался топор травосеком. А что, у отца-то большая семья? Семья-то большая. Да два человека всего мужиков-то. Отец мой, да я. Так вон оно что. А как звать тебя? Власом. А кой тебе годик шестой миновал? Ну, мертвая, крикнул малюточка басом. Рванул под усцы и быстрей зашагал. На эту картину так солнце светило. Ребенок был так уморительно мал. Как будто все это картонное было. Как будто бы в детский театр я попал. Но мальчик был мальчик живой, настоящий. И дровний, и хворост, и пегонький конь. И снег до окошек в деревне лежащий. Из зимнего солнца холодный огонь. Все-все, настоящее, русское было. С клеймом нелюдимой, мертвящей зимы. Что русской душе так мучительно мило? Что русские мысли вселяет в умы? Те честные мысли, которым нет воли, которым нет смерти, дави-не-дави, в которых так много и злобы, и боли, в которых так много любви. Любви Некрасов.